Добрый день всем почитателям моего канала. В одном из предыдущих видео я показал, как я сверлил вот этот рессор. Это такая рессора из стиральной машинки, древней такой рига. Стиральная машинка была, там такой был отжимающий механизм. Там такая рессора была, половину рессора я уже использовал. И сейчас вот я просто попробовал просверлить, мне надо из нее сделать еще одну пружину такую мощную. И вот обычным сверлом я ее просверлить не мог, а сверло здесь должно быть отверстие на 6,5 мм. Можно, конечно, было подогнать и твердосплавное сверло, семерку, обточить его и просверлить. Некоторые мне пишут в комментариях, что сверлят обычным сверлом из быстрореза. Я думаю, что тоже это реально, потому что этой пружины твердость порядка, ну, наверное, 50 единиц, ну, может, 52 максимум. Потому что это под пружины так стали калиться. А сверло имеет твердость 60 единиц параквелла, понятно, что это немного тверже. И главное не допустить перегрева сверла, потому что если сверло перегреется, оно потеряет структуру режущей кромки и, собственно говоря, перестанет сверлить. И причем вот это я отсверлил, это у меня быстрорез 6Р М5. Понятно, что 6Р М5 у него красно-стойкость ниже, наверное, 1000 градусов. Как только кромка, кромка, ясно, что она разогревается очень быстро. Я без охлаждения сверлил, и она мгновенно садится, эта кромка, я несколько раз переточил. Потом думаю, ну, попробую я своей установочкой, вот этой вот, которую я сейчас буду демонстрировать, попробую я нанести туда твердый сплав и просверлить. И вот я показывал, я просто это, я же говорю, что показал не только, не для того, чтобы агитировать, чтобы все делали такие вот сейчас установки и так далее. Конечно, может быть, не во всех есть возможность. Но я просто показал, что это можно. Теперь я сегодня хочу показать, что эта установка, собственно, используется не только для, допустим, армирования режущих кромок, инструмента, серв, резцов и так далее. Ее можно, она многофункционально, ее можно использовать для других целей. Сейчас я вот сюда камеру ближе подведу, покажу, что я буду сегодня, как говорится, восстанавливать или укреплять и так далее. Так вот, это видео я решил снять зачем, когда я показывал видео, как я сверлил это отверстие. Там в комментариях просто зрители просят, чтобы я подробнее рассказал об этой установке. Ну, наверное, ее возможностях. Видео будет состоять из двух частей. Первую часть я покажу ее возможности, а второе видео будет именно об устройстве установки, о ее схеме, как и из чего она состоит. Покажу, собственно, какая форма импульсов. Может быть, немножко истории. Расскажу о режимах, какие я применяю режимы для обработки. Потому что для каждой конкретной детали свой режим. Чтобы показать, что эта установка может, я взял четыре детали. Я покажу, как я из этого надфиля буду делать надфиль твердосплавный. Это обычный углеродистый надфиль. Вот у меня я столкнулся с заточкой пилочек. Жена у меня занимается выпиливанием лобзиков. У меня там толки и пилочки. Как видим, какие тут мелкие зубья. Вот эти зубья на некоторых пилочках я их перетачиваю. И вот, чтобы заточить этот зуб, а его еще надо затачивать с разводом. Ну, там целая, как говорится, технология у меня разработана, как их затачивать, чтобы они хорошо впилили. И вот для этого зуба надо небольшой такой надфилек. Алмазные вот эти вот надфили. Тут у меня есть набор алмазных надфилей. Они, собственно говоря, не сильно подходят. Потому что у них очень тупая кромка вот здесь. И здесь вот кромка тупая. Он туда не влазит. А такой именно тромбический с углом где-то градусов 30 надо. Даже не 30, а может и меньше. Чтобы он туда влез между эти зубья. Шаг зубьев здесь меньше миллиметра. Зубьев здесь на дюйме, по-моему, 28 зубьев. Поэтому я вот изготовил такой надфиль. И я срезал полностью здесь вот это отрифление. И нанес сюда вот этот твердый сплав. Поскольку он при нанесении имеет какую-то небольшую шероховатость. На определенном режиме его можно нанести. И он тогда очень нежненько снимает небольшой слой металла. Там достаточно несколько, там, наверное, соток, чтобы заточить. И тем самым еще дополнительно я сделал здесь и угол такой, как мне надо. Вот я переделал. Я сейчас вот здесь вот твердый сплав, видим, нанесен. Вот он. Видно, у него цвет другой и рыхлость какая-то есть. Здесь чуть-чуть нанес. Вот здесь не наносил. Я здесь сточил насечку и чуть-чуть ее оставил. Хочу здесь еще посмотреть, как будет. Если что, так я потом алмазом сточу этот твердый сплав. И на плоскую поверхность, то есть на нерифленую поверхность нанесу этот твердый сплав. Это вот одну работу, которую я покажу, как я буду делать. Вторая работа. Ну, попробуем еще резец тоже нанести твердый сплав. Хотя, конечно, трудно определить, насколько у него увеличится стойкость. Ну, можно будет попробовать, посмотреть, как он будет резать. Два. Третье, что можно этим сделать, эту установку, что можно сделать, это, как видим, подшипник. Вот его посадочное место. Это, знаете, что это такое? Это шпиндель шлифовальной машинки, то бишь, болгарки. Вот сюда камень садится. На некоторых вот этот подшипник прослабляется. Вот видим, он прослаблен, но здесь прослабление одна десятая миллиметра. Я нанесу сюда этой же установкой, нанесу слой поверхности и посмотрим, как он будет одеваться. Значит, ну, попробую этот ножик, это у меня тут на столе. Ножик такой лежит, я им никак его не доделаю, но неважно. Я им тут режу всё подряд, как видим, он такой вот выщербленный, кабеля зачищаю, железо какое попало. Здесь нержавейка, а вот здесь приваренный, вот видим, сварка здесь. Здесь приварен такой небольшой кусочек стали 40х13. Значит, он вроде и калёный, но тоже и ломается. Я попробую сейчас его тоже вот по самой кромке. Просто никогда не пробовал ножик делать, потому что здесь очень тонкий металл. Посмотрю, как он не оплавится, или как он будет, как остриё это останется. Это тоже, что я попробую. И третье, что я попробую, это подкладка под резцы. Как видим, знаете во всех, наверное, зрителей моего канала, есть токарные станки, или же он, рокарем уже работает. Я вот, если подкладку подрезать надо, у меня их целая гамма подкладок. И вот, прежде чем поставить, я её штангой, штангным циркулем меряю. Вот полтора миллиметра. Но мерить за каждым разом неудобно, потому что, ну, это надо штангой брать. А так, если пластинку достал, посмотрел на ней, если написано сколько. Вот сейчас я попробую подписать эту пластинку. Сейчас мы этот процесс покажем. Вот тут я установку тестировал, как говорится, снимал на осциллографе форму напряжения. Но я же говорю, что это будет в следующем видео, я покажу. Здесь вот нанесён, как видим, вот тут, наверное, очень жирный. Потому что тут на одном месте очень много водил. Здесь поменьше. Вот видим, вот это обычная сырая, как говорится, железяка, сталь 3. Вот она, как видим, это сокаленная. Здесь вот она. Вот видим. То вот здесь, где оно нанесён. То есть можно даже на обычную, если вам надо износустойкая какая-то поверхность, где-то углевый участок поверхности, можно нанести прямо на обычную стальную поверхность, такая мягкая, мягкая стали, нанести этот твёрдый сплав, и он уже, вот, как линия, он свистит, я уже здесь ничего не сделал. Если здесь он берёт, ну вот канаву режет, то здесь, ну не буду даже портить свой натрий, потому что новый. Здесь он никак не врезается. Здесь фактически вот этот слой твёрдого сплава. То бишь, даже на обычную стальную сырую поверхность можно нанести износ. Конечно, из-за этого резец, наверное, получится вряд ли, потому что оно, как говорится, ну не жёсткое, оно согнётся просто. А так вот, если где-то что-то по нему будет тереться, это, чтобы оно не протёрлось, не износилось, вот, можно таким образом тоже сюда нанести твёрдый сплав. Ну что, я думаю, с этого натфилька вот и начнём. Вот, вот сюда и сюда с двух сторон нанесём твёрдый сплав. Здесь, я думаю, надо включить самый жёсткий режим, ёмкость конденсатора 220, самое минимальное сопротивление 15 Ом, чтобы успело зарядиться, и 190 В напряжения. Ну всё, поехали. Ну вот и всё, был натфиль стальной, стал натфиль твёрдосплавный. Вот, как видим, картина такая. Вот здесь по кромке нанесён твёрдый сплав. Ну, вот готовый, шершавый такой. Ну, смотрим, как он возьмёт эту пила. Она, в общем-то, тоже имеет твёрдость где-то порядка, наверное. Ну, как обычно, пила где-то 45-50 единиц. Для наглядности я зуб пилить не буду. Вот видим, как пилит. Тем, которым я сейчас нанёс. Ну, или же тем, от которой раньше. Сейчас посмотрим. Видим. Вот, чтобы зуб заточить, достаточно 3 или 4 раза провести по зубу, и он уже будет острый. Вот таким твёрдосплавным натфилем. Это касается твёрдосплавного натфиля. То, что мы сделали. Второе, что мы сделаем. Ну, попробуем этот ножик. Тоже нанести на него по кромке. Вот здесь. И здесь по кромке нанести твёрдый сплав. Дальше его можно не наносить. Главное, наступится кромка. Главное, армировать саму режущую кромку. А, собственно, самое остальное, но, в принципе, смысла даже нет его там переводить на него твёрдый сплав. Кстати, покажу в качестве твёрдого сплава, что я использую. Какое в качестве твёрдого сплава я использую? Или же вот такие вот риски. Вот смотрим. Вот такой. Скорее всего, расточные риски. Вот видим. Вот он здесь. Побольше формата. Ну, как раз самые тонкие риски. Они двухмиллиметровые. Как раз сюда подходят хорошо. Остальные я просто использую. Видите, резец. Это здесь очень тонкие отверстия. Растачивать на токарном станке. Вот я этими вот рисками точу. Но здесь, скорее всего, с ВК. ВК-8, скорее всего, шашплав. Или же на базаре продаёт бабка. Там одна свёрла сломанная. Это всё твёрдого сплавные свёрла. Они некоторые сломаны, некоторые переломаны. Некоторые тут ещё и хорошие есть. Покупаю твёрдый сплав. У него порублю за штучку. Вот этот вот в качестве вот этого наконечника. Вот он. Я использую эти материалы твёрдосплавные. Ну, и так попробуем этот ножик обработать. Здесь режим надо поставить помягче, потому что на слишком жёстком режиме оно просто сожжёт. Как видим, режим очень мягкий, же истрение не то, которое было. Но твёрдый сплавно носится. Вот на ширину миллиметра трей, наверное, я не слил. Ну, не знаю, как видно. Сюда немножко взял. Глубже зрение то не то уже. Вот. Ну, сама кромка нанесённая. Сейчас этой стороны тоже, сейчас так само сделаем. Ну, вот практически и все. Вот не знаю, как оно видно. Вот здесь вот он. Эта полоска твёрдого сплава. Раз. И вот здесь её хорошо видно. Не знаю, что тут можно попробовать резать. Ну, может, это железо. Как видим, оно, наверное, и так ножик бы резало. Но. Как видим, режет, но... Ну. Но не садится. Второй эксперимент. Ну, что, попробуем этот резец упрочнить поверхность. Резец этот из стали R6-M5. Вот он, этот R6-M5. Я его... Он чего-то резал. Он аж посинел, когда я резал. Ну, и немножко притупился. Вообще, когда... Вот этим мы как бы упрощаем, наносим этот слой. Главное, чтобы чистота была... Частота поверхности была повыше. Сейчас я его на алмазе немножко подправлю. И попробую нанести сюда твёрдый сплав. И попробуем резать. Ну, вот я его немножко на алмазе подправил. Ну, по всем поверхностям. И сейчас по всем поверхностям и нанесём по кромке вот здесь. Здесь дальше не обязательно. Главное, по кромке. Шириной ленточки миллиметр, может, полтора. Здесь, здесь, задняя поверхность, вспомогательная задняя поверхность и передняя поверхность. Сейчас прямо сюда нанесу я твёрдый сплав. Здесь надо, наверное, поставить режим, то такой более жёсткий, а потом на мягком режиме может быть. А может быть ничего и не надо будет. Завидимая дождь. Разрывая дождь. Завидимая дождь. Завидимая дождь. Смотрите продолжение в следующем видео. Надо делать все в сторону, чтобы электрод не соскочил с кромки. Когда он соскакает с кромкой, он может ее немножко травмировать. Ну, в принципе, вот все. Сейчас попробуем поставить его на станок. Вот видим, что получилось. Ну, сейчас попробуем проточить. Наверное, вот этот уже у нас валик для опыта. Это вал со шлифмашинкой. Он у нас термообработанный до определенной твердости. Ну, твердый, короче говоря. Он не сырой. И сейчас попробую на своем станочке токарном, ну, по крайней мере, сделать здесь какое-то врезание. Резец. Вот я этот резец, который я армировал твердым сплавом. Видим, вот на нем этот твердый сплав здесь. Здесь он чуть-чуть. Здесь это полностью поверхность по щишу. И здесь. И в обжелательном, конечно, на алмазе немножко сделать до водушки. Как видим, вот как я устанавливаю такие вот пластинчатые резцы. Раз, два. Специально такая у меня оправка для установки таких резцов. Есть видео по этой оправке. Разные токаря по-разному устанавливают. Ну, я вот такой способ сам для себя изобрел. Есть видео у меня, называется. Оригинальная оправка, по-моему, для отрезной пластин кореса. Если кому интересно, я дам ссылку. В общем, охлаждение не даю, поскольку твердый сплав. Будем считать. Деталь подкалена. Ну, понятно, это шпиндель шлифмашинки болгарки. Проверяем, чтобы он был по центру, потому что, может быть, не по центру. Кстати, как видим, какое у меня приспособление для установки резцов по оси шпинделя. Ну, как видим, на такой каленой железяке уже быстрорез уже давно бы сел. А этот берет. Ну, отрезать до конца не будем. Я просто показал, что вот упрочненная этим твердым сплавом, она даже возьмет такую немножко подкаленную деталь. Не знаю, как она сильно закалена. Нет у меня таких сильно закаленных деталей. Но, как видим, на глубину уже где-то полмиллиметра оно прошло. В принципе, это упрочнение этим твердым сплавом, оно предназначено не сколько для того, чтобы точить закаленные детали, сколько для того, чтобы повысить стойкость резца. То есть, если на обычной, допустим, стали 45, быстрорез будет стоять, ну, на обычной сырой стали 45, быстрорез будет стоять 60 минут, то упрочненный вот этим вот твердым сплавом может 2-3 раза дольше стоять. Каленый, конечно, он, поскольку здесь толщина очень маленькая, она его, наверное, быстро проест. Не будем мучить, и, в принципе, для такой закаленной стали, ясно, что даже твердосплавный резец будет недостаточно, чтобы отрезать. Надо твердый сплав, и там, Т15К6 или Т30К4. А здесь ВК8 обычный сплав я нанес на этот резец. Ну, сейчас я его сниму. Вот то, что у нас получилось. На очень закаленной поверхности, я еще раз повторяю. Сейчас я его сниму. Ну, вот, в принципе, острый. Здесь я его после нанесения твердого сплава немножко на алмазе довел. Как видим, вот здесь еще есть немножко шероховатости. А там вот самые возрежущие кромок я его практически шероховатостью убрал. Ну, поскольку здесь толщина, ну, и здесь он, видим, поскольку здесь толщина слоя где-то десятка, очень трудно вручную поймать, чтобы не срезать этот слой. Ну, так вот на выбегающем камне я это все ловил. Ну, вот, что касаемо резца. Идем дальше. Дальше у нас может быть вот такая вот проблема. Ну, не только вот в шлифмашинке, в других механизмах. Вот вал. Здесь посадочное место под подшипник. Ну, иногда вот здесь прослабляется поверхность вот эта. И ясно, что она крутится, не подшипник вращается. Вот он, видим, вообще заклиненный. Оно крутится на этой, собственно, посадочном месте, изнашивает его. И ясно, что появляется вибрация. Вот, восстановить это посадочное место. Как его можно восстановить? Ну, только путем наплавить электросваркой. Горгончиком там, ну, по-любому. Наплавить и проточить. Дело в том, что, ну, собственно, наплавка чем плохо, потому что вот это место находится как раз посредине этого валика. Если мы вот здесь наплавим, этот валик сдеформируется в ту или в другую сторону. То есть, чтобы сделать точно вот здесь это самое, чтобы было соосно вот эти две поверхности, а то порные из этой. И вот он отплавляет полностью. И потом вот эти размеры все по-новое дело. При этом он еще потеряет свою твердость заводскую. То есть, наплавка для таких валиков, конечно, не то. Сейчас мы попробуем его вот здесь, опять же, нанести сюда. Прямо тоже твердый сплав нанесу. Наверное, можно и обычную сталь. В общем, на этот вал вот сюда сажается обычный 202-й подшипник. В нем внутренний размер 15 мм. А понятно, что если там 15 мм, значит, вот это, чтобы было по какой-то тугой посадке, должна быть выполнена 15 и, допустим, 1-2 сотки в плюсе, чтобы подшипник сел сюда на посадку. Здесь, как видим, 14 и 9 десяток. Вот 40, да, вот не доходит ровно на одну десятку до 15. А должно быть 15 и 2 сотки. Понятно, поэтому он сюда просто свистит. Можно, ясно, что его было бы так как-то в руках держать и здесь вводить этим нашим, вот таким образом, вибратором этим, поворачивать, но неудобно. Поэтому уж будем приспосабливать сюда механизацию. Здесь вот у меня вот этот вот привод. Это привод пиноли моего фрезерного станка самодельный. Об этом приводе я уже рассказывал. Есть видео, если кому интересно, посмотрите. Я дам ссылку, конечно, в заставке. Или вот здесь вот сейчас вверху видео, может, всплывет подсказка. Это, значит, смотрите по этой подсказке, что это за привод на базе двигателя SD. Ну, как видим, подшипник садится вот на это посадочное место, кажется, с пролетом. Вот сюда массу цепляю прямо вот сюда на это. Место тут желательно, конечно, сюда не цеплять, но я посмотрю, если оно начнет тут искрыть, потому что это же тоже подшипниковое место. Его желательно подцепить вот сюда. не расходится больше мой зажим, поэтому я ставлю сюда. Дело в том, что это уже у меня этот, как говорится, шпиндель, он в запасе. Будем на нем экспериментировать. Включаем. Посмотрим, как работает привод. Ну, вот он пошел вращаться. Вращается. Очень медленно вращается, как видим. Ну, нам это как раз и с руки, что он так медленно вращается. Мы успеем нанести за это время на определенную ширину этого нашего... Сейчас я добавлю свет, если, может быть, оно так может до свидения будет. Поставим максимальный режим. То есть 220 микрофарад емкость конденсаторов. Поставим максимальную амплитуду колебания вибратора. Минимальное сопротивление 15 Ом. На максимальном режиме это будет самая большая производительность. И будет шероховатость большая. Но эту шероховатость я потом сглажу на более мягком режиме еще один проход. Все, и включаем. Вот здесь поставим метку, где мы начали. И наношу на половине этого нашего посадочного места. Не все посадочное место. Здесь оставляю немножко ненанесенное, чтобы потом можно было сравнивать, насколько оно стало большим диаметром. Есть и спецы, которые вот эти лифта посадочные восстанавливают электросваркой. Как они восстанавливают? Берут сюда, цепляют массу. Держать и зажимают электрод с отбитой обмазкой. И боком электрода прямо так вот по этой поверхности сканируют. Оно там искры, все это дело. Ясно, часть металла переносится. Я скажу, что это, конечно, колхозный метод. Но, наверное, он имеет право на жизнь, раз у людей получается. Я так, конечно, не пробовал. Там, скорее всего, равномерности ожидать не стоит. нанесение, свое покрытие. И желательно, я порекомендую, если кто так делает, то, естественно, надо знать детали на этой, чтобы был минус, потому, что я дальше буду рассказывать о физической стучности этого процесса. Здесь, собственно говоря, процесс происходит не за счет то, что наплавляется металл, а за счет то, что ионы переносятся с дна, с электрода переносятся на поверхность металла. Это ионы, это заряженные частицы, заряженные атомы с положительным зарядом. Ну, вот оно уже, круг прошло, сейчас выключу. И посмотрим, как садится теперь подшипник. Вот один круг. Ну, вот, как видим, вот он дошел до той поверхности, где я вот сейчас обрабатывал, да, наносил. Вот он дошел, и дальше уже идет туго. Дальше можно его сейчас насадить. Вот он не то, что по какой-то переходной посадке, то бишь он уже, он уже вращается не на посадочном месте. Если вот я тут, где не наносил, то он еще заходит и вращается, и шатается, как видим, то туда он уже заходит и садится по посадке. Он уже не шатается, причем это же я еще не полностью нанес на всю ширину. Я просто для примера, для того, чтобы показать, что вот он, где не было нанесено наше покрытие, и там, где вот оно нанесено. Как видим, он туда заходит сейчас с какой-то посадкой, но от руки, это какая-то переходная посадка. Если надо сделать, чтобы он потуже туда заходил, значит, надо сделать еще один проход. То есть, еще один раз, один оборот, нанести, ну, и нанести на всю поверхность. Я не буду с целью экономии времени, и вашего, и своего, и экономии этого твердого, сплавного наконечника, не буду все делать, я просто показал, что вот оно находило сюда легко, с зазором десятка, как видим. Вот, я ничего тут не выдумываю. Вот с зазором десятка. А там, где уже я нанес этот самый, он туда уже зашел, он уже люфта не имеет, но он от руки зашел. Там зазор сейчас, можно сейчас замерить, сколько размер получился у нас. Вот видим размер сейчас, не знаю, как видно, размер сейчас 14,98, а было 14,90. То есть, еще две сотки, то есть, один проход, если еще сделать, один проход на мягком режиме, уже не надо жесткий режим сюда давать, и всю поверхность напылить, и будет нормально. Вот этот, когда, на одном из заводов, по моей, как говорится, инициативе, сделали такую установку, вот, и мы там штампы не восстанавливали, упрочняли поверхность штампов. И я буду показывать книгу, это не моя выдумка, как эта поверхность. Столько штампов увеличивается, вырубных штампов, ну, в два раза это точно, а то может и в три. А вот эти формообразующие штампы, гибочные, там вытяжные, там где, ну, особенно если потом поверхность хорошо эту алмазом причистить, а там до десяти раз стойкость увеличивалась у нас. так, эту обязанность наносить вот это покрытие вменили термисту, там у нас термист такой был, Серега. Вот, и этот Серега, значит, все это дело упрочнял эти матрицы и плансоны. А потом, я как-то захожу, смотрю, что он делает, а он взял жигулевскую полуось, ну, по-моему, с копейки, и смотрю, это самое, на полуоси, там тоже посадочное место, и он на этой полуоси что-то делает. Я говорю, что ты делаешь? А он говорит, вот смотри, вот полуось, он на этом деле зарабатывал, начал зарабатывать себе, как говорится, прибавку к своей зарплате, а одна полуось стоила 10 рублей, ну, это как сейчас 10 долларов. Вот он восстановил шейку, 10 рублей ему, пожалуйста, в карман. Ну, в общем, вот я показал, как можно восстанавливать шейки, причем, вот шейки, здесь мы не наплавляем ничего, здесь никаких термических влияний есть, здесь никак не деформируется, вот вы видели ее, эту деталь, вот сейчас, здесь нанес, сплав я ее в руках держу, она может быть градусов на 5, может быть, теплее, а может даже и нет, теплее, чем мои руки, ясно, что здесь, конечно, тепловый процесс какой-то есть, она не деформируется, при этом ничего, вот просто напылил, и это самое, ясно, что если это она износилась однобоко, как-то вот здесь, то ее надо было до того в центрах, в станочках зажать, и в центрах, кажется, сделать соус на эти два диаметра, а потом напылить уже, нанести эту, на эту поверхность, нанести этот сплав, ну, ясно, что немножко толще, вот какой-то третий или четвертый, значит, вот мы сделали, что раз, значит, ножик, надфиль, и это, значит, сейчас, сверло это я показывал в предыдущем видео, как я делал, и сверлить, а, резец я еще сейчас показал, значит, вот этот инструмент, я еще раз ставлю ударение на том, что инструменты, ясно, что напылять не для того, чтобы, в общем-то, постоянно сверлить какие-то детали, закаленные, ясно, что этот твердый сплав, тоже, поскольку он тонкий слой, если он нагреется, он сразу его снесет оттуда, а вот если таким напыленным, армированным твердым сплавом это сверло будет или другой инструмент, и обрабатывать, ну, обычные стали, незакаленные, то стойкость у него, вот этого сверла, если он РШ-75, стойкость у него увеличится в два, в три, может быть, и в четыре раза, это не моя выдумка, я буду приводить статистику из книги, это оно так и есть, ну, и по опыту тоже, значит, и осталось у нас одна, еще один эксперимент, это сделать, вот здесь подписать эту пластинку, то бишь, это еще одна из функций этой установки, которая нам позволяет делать надписи нестираемые, никаким образом, в каких бы условиях эта пластинка не эксплуатировалась, то есть, это ни краска, ни какая-то гальваника, вот сейчас попробуем сделать здесь надпись, естественно, уже не этим электродом, не твердосплавным электродом будем писать, потому что мы будем писать, я буду его сейчас писать в режиме эрозии, то бишь, не наносить туда твердый сплав, а удалять оттуда металл, это я попробую сделать с помощью просто элементарного кусочка медного провода, диаметром, по-моему, он 2 миллиметра, ясно, поскольку в режиме эрозии, установку мы переключим, среверсируем, таким образом, что здесь вот будет на детали плюс, а здесь будет минус, толщину этого я замерил, этой пластинкой, толщина ее, сейчас я эту надпись попробую здесь написать, полтора миллиметра. Ну, вот таким образом, как видим, медь легко плавкая, наверное, ее прихватывает, ну, не знаю, как видно, полтора миллиметра. Можно, конечно, я очень жесткий режим еще поставил, сейчас с другой стороны попробуем еще раз поставим мягкий режим. вот и все. видим, это не очень долго. И вот наша пластинка подписана. И здесь. Все. Ну, вот, в принципе, я показал самые такие, которые у меня освоены, здесь технологические процессы. Следующие, конечно, попытаюсь, попробую, возьму метчик сломанный и попробую с отверстия его выжать. Это будет следующий этап. и попробую еще наносить другие материалы, сплавы, там, так далее. Вот работа еще может быть какие-то режимы. Может быть, вот здесь попробую не твердым сплавом, а этим. Потому что установку я собрал фактически не так давно, и она у меня, собственно говоря, еще в таком пусконаладочном режиме. Здесь, как видим, еще стоит циллограф. Я проверял форму импульса. Короче, вот эта форма импульса, как установка устроена, какая ее схема, подробности тонкости техпроцесса, это будет следующее видео, потому что я хотел это все в одно видео скомпоновать, но вижу, и это видео очень длинное получилось, никто его смотреть не будет. Поэтому следите за каналом. В следующем видео я расскажу более подробно об этой установке, покажу схему, может быть, какие-то черкижи, вот все здесь у меня в таких вот бумажных всех вариантах. А на этом буду заканчивать именно это видео. Всем всего доброго. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok